Итак, идёт пост. Чем заменить белок животного происхождения, когда так хочется вот ту самую сосиску в себя впихнуть? Узнаем у нашей гости, ведущего специалиста медицинского центра снижения веса, автора книг и статей по правильному питанию и здоровому образу жизни Марты Марудовой. Марта, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Марта, производишь правильно это впечатление диетолога, как будто ты ни картошки, ни конфет, ни пирожных, ни мороженых не ешь. Ну это и правда. Если ещё мы узнали, что соли у неё дома нет, ну что это за человек? Что за жизнь, правда? Что за жизнь у неё? Ну вот сейчас она нам расскажет. Многие опасаются, что расставание с продуктами животного происхождения может нанести вред здоровью. Но вот мы же росли на вот этом, бабушки нам делали, цепикали, тут мочаночка, тут то есть как? Всё правильно, конечно, но если мы говорим сейчас про пост, то это не год, не два, не 15 лет, это какой-то непродолжительный промежуток времени, поэтому всё-таки белок, если человек всё-таки хочет поститься, соблюдать прекрасную религиозную традицию, можно брать из других продуктов. Если мы, например, не едим мясо, то здесь на помощь нам могут прийти бобовые. Это те продукты, которые в нашей стране не ценены. Это фасоль, чечевица, нут, горох. Горох – прекрасные продукты, высоко белковые, но, с оговорочкой, они ещё высоко углеводистые. Это что значит? Это значит, что много углеводов, а углеводы это должны быть у нас отработаны физически. То есть, если, например, мы берём куриную грудку, там 2 грамма углеводов на 100 грамм, то в 10 раз больше этого всего в этих бобовых. Да, поэтому, конечно, мы не можем прям вот так вот их есть, несмотря ни на что, там бросать их в тарелку сколько ни попадя. Если всё-таки мы заточены на то, чтобы вес сбросить, ну или хотя бы в этом весе сохраниться. А вот что говорят, например, про соевые заменители мяса? Ну, соевые заменители мяса, есть много про них всяких кривотолков. Можно, нельзя, можно, нельзя. Конечно, скорее всего, в больших дозировках они показаны людям, которые профессионально занимаются спортом, которые хотят добиться каких-то рекордов с соответственной физической нагрузкой. Обычному человеку специально закупаться соевым мясом, наверное, смысла нет. Ну, гарвардские учёные пришли к выводу, что эффективнее всего белки мяса заменять орехами. У них есть и жир, и вообще горсточку взял, съел, полезные жиры. Какие жиры, орехи стоит взять на заметку, и что вот про семечки нам скажут? Ну, прекрасно, и орехи, и жиры замечательные продукты. Единственный такой маленький нюанс, что они, конечно же, высококалорийны. Почти 700 килокалорий, да, и семечки на 100 грамм. И там всё-таки помимо белка, которого там 15 грамм на 100 грамм, в мясе там около 20, достаточно много. Но и жира там 65 грамм на 100 грамм. То есть это жиры, 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 жиры. А всё-таки больше жиров в орехах или в семечках? В орехах больше. Поэтому, чтобы жиры не усвоились, мы тоже должны делать, что называется, ход конём. Эти жиры миксовать с овощами и с клетчаткой. То есть мы делаем себе большой овощной салат и сверху присыпаем орехами. Тогда эти жиры, да, в наш организм, которые попадут, принесут пользу и не отложатся в наш организм. Слушайте, я вот слушаю, и как вам, как вам тяжело, дамы. То есть, вот есть прекрасный продукт, вот такой-то, но там вот углеводы есть, хорошо. А вот здесь, здесь мало углеводов, но там жиров огромный. Есть какой-нибудь продукт, который вот так можно брать и есть, не обращая внимания, что там? Можно, есть такие продукты, и, конечно, на них нужно. Огурец свежий, правда? Я ждал, чтобы вот это, вот эту вот. Не только огурец. Конечно, если в пост мы хотим постную продукцию, без мяса, из там животного происхождения, то правильно спрашивает Денис и задаёт вопрос, а что вообще можно? Я всегда советую есть блюда, то есть делать ход конём полезные, которые дают большое насыщение, имеют большой объём, небольшой калораж. Это супы. Это прекрасный, замечательный продукт с низкой калорийностью, который можно съесть много, насытиться, получить пользу, удовольствие. А какие супы? А вот супы почему с низкой калорийностью? Овощные супы, но если мы добавляем туда фасоль, это будет фасолевый суп, чечевичный, чечевичный суп, мы добавляем туда белок. Если просто фасоль съесть, это калорий больше, а если суп фасолевый, то меньше. То меньше, потому что за счёт воды калораж уменьшается, и это большой объём. Например, в борще, который на гаядине, не постный, в котором там стоит ложка, всего лишь 85 килокалорий на 100 грамм. Если это постный, без мяса, то, соответственно, 20-30 килокалорий можно есть сколько угодно, получать большое насыщение, наслаждение и радоваться жизни. А вот эти крем-супы, которые все... Они же на сливках там, там, угол, угол. Конечно, они и сливочные крем-супы. Это не совсем пропосто, это, конечно, всё очень вкусное, но это, как говорится, sometimes, иногда можно себя побаловать. А вот кокосовое молоко, вот ещё говорят... Кокосовое молоко не совсем из нашей культуры, тоже можно добавлять. Для тех, кто там не очень с обычным молоком дружит, опять же, тоже рекомендуется употреблять в пост. Обычное молоко для белоруса гораздо полезнее, привычнее, так же, как и все другие кисломолочные продукты. То, на чём мы росли. То, на чём мы росли. Опять же, овощные рагу, которые сейчас можно делать, это овощи, тушить без мяса, но с добавлением белковой составляющей. Ну, с добавлением картошечки. Картошечки, но поменьше. Рекомендую очень сейчас, во время такого, когда витаминов уже мало, тушить капусту, и капусту тушить квашеную. Очень вкусно получается. Кислая капуста, это очень вкусно, да. Это просто прекрасно, замечательно. Витамины С там в два раза больше, чем в обычной. А остаются в квашеной... Вот квашеную капусту мы покупаем, едим. Понятно, что это полезно. Это мегапродукт, супер. Это просто, да, суперфуд сейчас называют. Да, а если квашеную капусту потушить, она не теряет это все? Наоборот, витамина С там в два раза больше становится. Капуста, С становится больше, да, при тушении. Его не варить, а тушить, да. Тушить при тушении. Ну, и если мы хотим больше белка, добавляем, соответственно, бобу. Я придумал еще продукт. Ну, не я придумал продукт. Давай. Грибы. Не знаю, как сформулировать вопрос, но грибы. Замечательно. Очень тяжелая пища. Тяжелая пища, но опять же, грибы, если мы едим все-таки наши грибы, которые кто-то собирает, мы должны быть убеждены. Ой, вот какой салатик у вас за спиной, Марта, сделали с фасолью. Не буду смотреть, а то захочу. Грибы, мы должны быть убедиться, что они собраны правильно, в нужном месте, не возле дорог. Ну, и самый безопасный вариант – это шампиньоны из магазинов. Высокобелковый продукт. Единственное, что не на ночь. Ну, и добавляем в рагу супы и едим во время поста. А хорошо, все, фрукты надо есть до обеда. Если захотелось сладенькое, до обеда. Но все-таки, что же тогда есть после обеда и вечера? Ну, конечно, если мы говорим сейчас именно про пост, то, конечно, после обеда можно уже и съесть фрукт. Понимая о том, что все-таки фрукты нам тоже нужны в рационе, но главное их есть как, это поштучно. Один-два раза в день, потому что фрукты – это все-таки сахар. Но вот яблоко каждый день, это же правда, что это важно? Яблоко важно. Не понимать о том, что у многих людей с повышенной кислотностью яблоко вызывает аппетит. Начинается. Вот опять это. Прекрасная история, да, когда там открываешь интернет, и барышня пишет, замечательный ужин, зеленое яблоко. Я вот начинаю вспоминать, сколько людей я знаю, которые ужинают только зеленым яблоком, и не могу вспомнить ни одного. Поэтому, конечно, яблоко, как прекрасный перекус, смиксовать с чем-то, запечь его, например, с теми же орехами. Это вкусно, да. С мёдом. Прекрасно, это замечательно и полезно. Но как ужин, конечно, скорее нет, чем да. Ну и мёд, скажите, вот всё-таки мёд – это же не сахар, но, с другой стороны, тоже это калория. За последние 200 лет белорусы и вообще, в принципе, в мире стали есть сахара в 15 раз больше, чем наши предки. Соответственно, увеличилась талия. Поэтому в последние годы всемирализация здравоохранения мёд стала относить к простым сахарам. Так же, как пакетированные соки, так же, как сахар добавлен в промышленном производстве, в какие-то продукты питания. Поэтому к мёду нужно сноситься осторожно, и не вот «ах, польза, ем, ем сколько хочу», а добавлять по чуть-чуть куда-то, получая удовольствие и наслаждение. В общем, дорогие друзья, я понял, ешьте брокколи. Молодец, Денис, это онкопротектор. Нет, брокколи, да. Молодец. А на самом деле он никакой не молодец, а просто я вам, дорогие телезрители, признаюсь, что пока нас ещё не включили, мы с Мартой и с Денисом обсуждали именно брокколи. И он не потому, что он такой умный, а потому что Марта уже нам про это рассказала. Да я просто взял... Просто не живу без брокколи. Это пенамбуры ешьте. Это пенамбуры тоже хорошо. Молодец, Денис. Поэтому он такой стройный, много знает. Да, у нас тут споры. У меня всё вовы идёт. И действительно, ну вот так, ему повезло, повезло. Хорошая мама с папой, худенький такой. Он ест, что хочет. Жена удалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо.